И снова здравствуйте, уважаемые горчане и жители Туруханского района. Вот и подходит к концу очередной 2021 год. По завершению каждого года подводят итоги, рассказывают о том, что сбылось и о том, что достичь так и не удалось. 2021 год был очень тяжелым годом, особенно сложным своими потерями близких людей. Много людей унесла болезнь, продолжающая свою смертоносную жатву. А конец года был обращен событием и того хуже – гибелью игарских молодых парней в холодных Енисейских водах. Прошедший год как никогда научил нас ценить нашу жизнь, родных, близких и просто окружающих нас людей еще сильнее, ценить каждую минуту, проведенную вместе. Не менее непростым год был и в политическом плане. Местные власти, также не останавливаясь и не мучаясь сомнениями и совестью, терзали наш город, совершив немыслимое, уничтожив совхоз Игарский, просуществовавший 90 лет, переживший и войну, и пожары. Весь город с замиранием сердца следил, как в холод животных угоняли в неизвестность, как замерзал ставший известным на всю Россию Игого-малыш. Благодаря горожанам коня сумели спасти, и вот благодарность за весь остальной уничтоженный совхоз, как я надеюсь, всем причастным воздаст прокуратура Туруханского района, готовящая возбуждение уголовных дел. Ведь, как установлено проверкой, предприятие, содержавшее совхоз, а это МКП «Надежда», получило только за 2021 год бюджетных денег аж 83 миллиона рублей. Но в итоге предприятие убито. Кстати, в рамках этой же проверки было установлено, что и директор предприятия МПК «Надежда» работал, занимал свою должность незаконно. Годами готовящаяся программа расселения деревянного жилого фонда города Игарки, начатая еще с 2018 года, фактически провалилась. В 2021 году огромные денежные средства были потрачены на некачественный ремонт квартиры для перенеселенцев. В итоге деньги потрачены, а расселение не завершено. Также и с котельными, и с сетями они закрыты, брошены, но уменьшения тарифа на коммунальные услуги не наблюдается. У управляющей компании все аналогично. Количество домов уменьшилось, но платить мы меньше не стали. Зато некоторые руководители ЖКХ стали получать больше, доведя себе размеры заработных плат до 300 тысяч рублей. А если мы не вмешаемся, а если мы не предпримем меры, то в 2022 году они, наверное, доведут и до 500 тысяч рублей. Себе зарплаты поднимут. Но пусть нарадуются руководители ЖКХ. Я уверена, что совместными действиями депутатов городского совета мы добьемся наведения порядка и в ДМЗ, и в УКМЭК, и это будет касаться и тарифа, и состояния жилого фонда домов, и качества услуг управляющей компании. В этом году нам, жителям города Игарки, удалось получить документальное подтверждение от Роспотребнадзора очевидного факта, что вода в городе некачественная, осталось делом за малым. Добиться через прокуратуру и суд перерасчета за некачественную воду. Удалось продвинуть и вопрос с аварийными домами в первом микроэйоне, а это дома 6, 7, 23, 25. После многочисленных жалоб во все надзорные органы удалось понудить администрацию города Игарки провести проверку этих домов с целью фиксирования их аварийности. По результатам установления аварийности таких домов нам, депутатам вместе с общественностью, необходимо будет выработать способы решения проблем расселения домов или их ремонта. В сфере образования пресечена незаконная деятельность руководства Игарского многопрофильного техникума, возбуждено уголовное дело, причиненный техникумом ущерб бюджету Красноярского края, возмещается. Но не решен вопрос отопления в школе. Да, как и во многих учреждениях социальной сферы, в отдельных учреждениях холодно, а руководители и районная власть бездействуют. Видимо, и тут необходимо привлечение контрольных надзорных органов. Есть некоторые перспективы решения отдельных вопросов и в сфере здравоохранения. Так, опять же, после обращения в надзорные и контролирующие ведомства выделены средства на разработку проектно-смертной документации на ремонт и восстановление здания городской больницы и поликлиники. Вопрос, собственно, выделения денег на ремонт и сам ремонт должны быть в наступающем году предметом особого контроля со стороны общественности. К сожалению, никак не решается вопрос и с кадровым обеспечением больницы. В городе отсутствует хирург, недостаток квалифицированных специалистов. И по этому поводу также необходимо работать и дальше. К сожалению, моя депутатская деятельность осложнена тем, что остальные депутаты Таруханского районного совета депутатов, в том числе избранные от города Игарки, занимают, мягко говоря, более пассивную позицию, точнее самоустранились от своей депутатской работы. А отдельные научились использовать свой статус районного депутата районного совета депутатов лишь для собственных целей, в том числе и бизнес-интересов. А даже отдельных депутатов пришлось ловить при помощи прокуратуры Красноярского края и за коррупционные нарушения, о чём я рассказывала ранее в своих видеосъёмках. Такая позиция моих коллег вместе с полным равнодушием со стороны администрации, как Таруханского района, так и города Игарки, существенно осложняет работу по защите прав и интересов игорчан, ну и жителей Таруханского района в целом. То есть, скажу так ещё, есть и позитивные у нас моменты. Итак, по итогам выборов в Игарский городской совет депутатов выбраны новые неравнодушные депутаты, хорошо известные жителям, такие как Кирилл Новопашин, Павел Баев, Владимир Глотов, Сергей Петраков. Стоит отметить, что они искренне и оперативно включились в работу, за что им большое спасибо и за помощь тоже спасибо. В какой-то степени качественное обновление Игарского городского совета депутатов способствовало и принятию позитивных кадровых решений, таких как принятие отставки с должности главы города Игарки Вадима Добромыслова, работа которого перед этим была признана депутатами неудовлетворительной. Теперь за депутатами слово. Они должны определить для города нового эффективного руководителя. Мы будем надеяться, что это им удастся. Уважаемые горчане, жители Туруханского района, на пороге новый 2022 год. Год могучего тигра, символа силы и благородства. Это гордый, могучий и величественный хищник. Тигр никого и ничего не боится, а значит и нам не стоит бояться. Уважаемые жители Туруханского района, города Игарки, хочу пожелать вам в этот наступающий год силы, здоровья этого могущественного хищника, его отваги, целеустремленности и настойчивости, в целом удачи и большого человеческого счастья. С наступающим новым 2022 годом!